Серёжа, встаньте и покажите животик. Аллочка, я работаю только при приглушённом свете. Но для этого нужно побриться на лысо. Почему вы так обламываете? Всё так хорошо начинается. Это майонез, но это не мой, клянусь. Заслуженная артистка Украины Ирина Билык. Твоя отёка будет в восторге от этих колец. Заходи в Джулии Лакшери Хаус и играть всё, что хочешь. Вы хотите выглядеть неотразимо и подчеркнуть свою инди... Секунду. Мы, по-моему, сегодня в роли... Знаете, смайлик, но там не пломбир, там, наверное, три штучки мочи. Только там одна ещё такая зелёненькая, фисташковая. А мы именно... Три шарика пломбира. Клубничная, малиновая и... Ты какая? А, нет, Алка моя любимая с йогуртом. Нет, я бы кокосовая. О, кокосовая, всё. Видишь, как у меня глаз загорелся? А, посмотрите, посмотрите на мои глаза. Вам видно? Не видно, да, тут? Очень красиво. Стрелочки. Серые, они серые. 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 Я засунула линзы. Серые в то глаза или стрелки? Линзы. Си-си, Серёженька. А, линзы. Да, я же кашу под... Вон, Сергея Батьковича со всех сил. Видишь, скоро бороду начну утращивать. А вот есть какая-то ассистентка, которая тебя одевает, раздевает? Конечно. Она хранится у меня под кроваткой. Её альтер-рего. Да, да, да. Я на самом деле постигла такого дзена, я могу сама зашнуроваться в корсет. Типа чпунька, чпунька. Как в армии могу даже на время, пока спичка горит. Или что-нибудь поинтереснее. Ну что? Звоним кому-нибудь, чтобы разбавить нашу прелестную компанию? А то с вами я могу, конечно, трындеть ещё четверо суток. Давайте. Давайте. Кому сегодня будем звонить? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Дыхан. Раз, два, три. Ёночка, гори. Отлично. Ну что, звоним Юле? У меня какие-то глюки. Извиняюсь. Добрый день. Ты про нас? Поэтому ты не в розовом, не в цвете мороженки? Да. Нет, на самом деле, не знаю почему, не могла нормально взять звонок. Ну, тут принять звонок. Наверное, нет. Взять звонок. Возьми его. Ну-ну. Это дельфинокот? Нет, это покемон. А-а-а. Который у Максим сделает. Дельфинокот? Я на дымах. Это дельфинокот, который вернулся в Венецию. Ой, покажи, покажи прессик, покажи прессик, покажи животик. Да нет. Боже. Молодец. Я тоже дома в кроп-топе хожу, смотрю на себя, думаю, красить. Неприятные вы женщины, да, Сережа? Можно посмотреть. Сама себя не похвалишь, никто не похвалишь. Сережа, а вы в кроп-топе не ходите? Сережа, встаньте и покажите животик. Можно спросить, а что такое кроп-топ? Это коротенькая кофта. Вот такая. Нет, у меня длинная кофта. Ну, поднимайте же. У-у. Аллочка, я работаю только при приглушенном свете. У Сережи красивые глаза, поэтому ему можно не показывать животик. Вот так. Ну, видишь, да, берем сильными какими-то стуками. И борода красивая, мне очень нравятся мужчины с бородой. Да, женщины с бородой мне нравятся чуть меньше. Муж не ходит к Барбару, да, отрастил себе уже такой бородой. Он, блин, так классно, говорю, не сбривай. А еще мы похвастались, мне с ней пять лет со дня росписи. Свадьбы у нас не было, поэтому со дня росписи мне цветочки прислали. О, Аллочка, мы тебя поздравляем. И я считаю, что сейчас в этом эфире ты должна бросить букетик, а Соня или Юля его поймал. Можно Сережа вместо Сони будет ловить? Я и так уже заслуженная невеста Украины. Не-не-не-не, я это придумал, поэтому ловить будете вы. Мне уже некуда эти букетики складывать. Что, моя девочка, что, моя хорошая, расскажи нам, как проходит у тебя карантин, что ты делаешь, чем ты себя развлекаешь. Ты же не в Киеве, насколько я знаю, ты в Европе. Да, в Европе. Как там у вас, расскажи. И чем отличается карантин в Киеве от карантина в Европе? Ну, на самом деле, я не знаю, чем он там отличается от украинского. Все такие же эти строгие рамки и т.д. На самом деле, мы очень, ну, я с парнем хотела приехать в Украину, в Одессу. Мы уже собрали чемоданы, уже все, ну, как бы мама, папа, ждите, мы там возвращаемся. И в последний же день, вот перед закрытием границ, мы передумали, потому что побоялись, не дай бог, там, заразить семью, близких, потому что у меня у парня была какая-то конференция на днях, и он контактировал с очень большим количеством людей. Там были со всей Европы, в общем, со всех уголков поприезжали. И изначально, когда он мне это сказал, я подумала, что он немного сумасшедший, а потом так подумала, блин, в этом что-то есть. Ну, молодец. Не дай бог, мы там заболели. Да, типа, лучше мы, как бы, обезопасим хотя бы семью, так как мы, ну, молодые, пока молодые. Может, перебороть этот вирус. А скажи мне, котик, у вас сейчас нужно заполнять, типа, заявление на посещение улицы? Чтобы выйти на улицу? Да. Нет. Нет, у нас такого нет, но у нас патрулирует постоянно милиция по улице, и, то есть, если ты вышел и вызвал у них подозрения какие-то, не знаю, они могут спокойно подойти и спросить, типа, что ты вышел? А как ты проводишь свое свободное время? Ой, свободное время, я его полно. На самом деле, я пытаюсь себя занять всем, чем угодно, и хочу сказать спасибо, кстати, Соня вам. Я прочитала ваш пост, как быть, типа, деловой на карантине, и записать все свои маленькие дела, потому что изначально у меня вообще не получалось как-то организовать свой день, потому что у меня вроде бы была куча дел, но я думаю, блин, тут то, то, сё, уже вечер, день прошел. Думаю, блин, я ж ничего не сделала, типа, куда день прошел? А потом я стала супер-леди-босс и начала записывать, типа, написать пост. Ну да, это тоже дело, слушай, конечно. Найти рецепт, да, найти рецепт пирога, или там сделать маску для волос. Ну, типа, такое... Но продуктивнее стал твой карантин проходить со списками дел? Намного продуктивнее, и я вам скажу, у меня намного больше дел появилось. А скажи, какой кайф вычеркивать все это? Скажи, прям кайфуша. Сделано. Да, собередело. Теперь Юля делает не одну маску, а две. Между прочим. Теперь я пишу два поста, да, теперь я обрабатываю фотки там подольше. Ну, это очень смешно, но это реально круто. Такое ощущение, что ты супер-деловой. Ну, я вчера, кстати, маме сказала в телефонном разговоре, что самое страшное, что я начинаю привыкать. Да. Реально, то есть... А мне вообще, в принципе, все нравится. Кроме? Мне кажется, что лучше всего проходит карантин у моего малого, потому что мы уже третий час пишем наши эти самые ролики, а он третий час смотрит мультики. О, восторг. Поэтому у кого, у кого, у него карантин точно должен. Запрещенка. Запрещенка там такая. Причем он уже дорос для того, что он сам выбирает. Я захожу, там какие-то адские трансформеры несутся, взрывы стримбадовы, боже. Юль, ну, следующие 30 минут, ты будешь действительно занята, поэтому отключи, пожалуйста, все свои гаджеты, и мы переходим к нашим веселым заданиям. К веселым стартам. Значит, первый, наш первый-первый эксперимент называется БЛИЦ. Я буду задавать тебе вопросы, а ты должна на них отвечать максимально быстро, практически не задумываясь. Хорошо? Слава Богу. Главное, чтобы услышать вопрос. Итог. Готова? Поехали. Что ты выбираешь, съемка со змеями или съемка с пауками? Паук. Ты бы сделала пластику носа или пластику губ? Нос. Нос. Польские пироги или украинские вареники? Вареники. Брови, ниточки или зеленые тени навсегда? Тени. Нет, брови, брови, ниточки. Ужасные вот эти, да. Где бы ты хотела сняться? В оскароносном фильме, но в маленькой эпизодической роли или в украинском сериале, но в главной роли? Второе. Украина. Краситься дорогой косметикой, но самостоятельной, или дешевой, но с визажистом? Первое. Жить в городе своей мечты, но в коммуналке, или в провинции, но в роскошных апартаментах? Город мечты. Заработаем на хату. Так, маникюр с кислотным оранжевым цветом лака или вообще никакого? Никакого, как сейчас. Сейчас у всех никакого. Сейчас у всех. Мы тебе лишили, тебе говорят, блин. Говорят, шелак. Я говорю, подожди, еще пару недель карантина, и он растет сам с собой, и уже идти не надо. Вообще, отлично. Так можно жить. Мы поняли, что так можно тоже жить. Нормально. Прыгнуть с парашютом или погрузиться на глубину в 500 метров с аквалангом? С аквалангом. Как ты считаешь, что сложнее быть фотографом или быть моделью? Моделью. Да, конечно. Собрала. А теперь драка. Хорошо, запишите меня тогда, пожалуйста, на фотосессию, Юлечка. Мне нужны срочно фотографии. Я думаю, вы справитесь. Отлично. Давай, я могу, я сразу же вас пофоткаю. Только главное, чтобы вы в чулках. Только главное, чтобы не на фейстайм. Пожалуйста. Сейчас мы будем играть в карантинные эмоции. Не побоюсь этого слова. Значит, так, Юлечка, тебе нужно очень быстро менять свои эмоции, реагируя на ситуации, которые я озвучиваю. Тебе предложили съемку на обложку, но для этого нужно побриться на лысо. А для Вога бы побрилась, скажи? Нет. Да ну да ладно. Нет? Нет, вы что бы смотрите. То есть обложка Вога-Италия тебя... А парикин тебе ношу. Ну, возможно. Вога-Италия. Что, я не знаю. Что мне показывать? Я расстроена больше, чем рада. Ты мечтаешь о поездке на море? Вот так ты мечтаешь? Я ожидала. Уже без особой надежды. Мечтала-мечтала, вдруг встала на весы и обнаружила два лишних КГ. За что? За что? Просто нет. Невозможно. Ты думаешь, они на тебя упали с небес? Нет, я просто уже на море. Какие два КГ? Втянулись и пошли. Те, которые над бикини нависают. Какие-какие. Почему вы так обламываете? Так. Все так хорошо начинается. Ты увидела, что Костромичева отписалась от тебя в Инстаграм. И ты видишь эту предательскую кнопочку подписаться в ответ. Как так? Алла, мы столько просмотрели. Не ожидала. А вот с этого места поподробнее. А что ты, кстати, ты тоже отпишешься или позвонишь? Ну, что поподробнее. А что ты сделаешь? Ты позвонишь. Обидно же было бы, правда. Я не знаю, написала бы я. Возможно, бы написала. Алла, я вас обидела. Я не знаю. В таких ситуациях очень странно себя чувствуешь. Нормально же общались. Нормально же общались. Ты запланировала себе детокс-процедуры на следующих 42 дня. Заказала кучу инвентаря. Каких-то витаминок и добавок. Приготовилась к тому, что к концу карантина ты выйдешь конфеточкой. И вдруг объявляют, что карантин окончен буквально завтра. Ну, я, скорее всего, обрадуюсь. На чудоумение. Потому что я смогу пойти в салон и сделать все эти процедурки. Поэтому детокс-пусор. Не жалко будет день. А главное, чтобы это все закончилось. А я, кстати, подумала о том, что у съемок в онлайн есть определенные плюсы, когда ела только что сало с чесноком. И никто из коллег этого не прочувствует. Я отлично. Конечно. Мы переходим к третьему заданию. Юлечка, тебе придется сейчас напрячься. Рубрика называется «Фэшном по губам». Или «Брендами по губам». Я буду губами показывать тебе название бренда. А тебе нужно его отгадать. У тебя всего четыре. Точнее, усами. Давай. Тебе нужно... У тебя на это все есть четыре попытки. Брендов будет три. Окей. Давай, если... Ты настроилась? Ты настроилась? Настроилась. Окей. Главное, чтобы я их знала. А то все фигня. Да. Шанель? Да, угадала. Что, да? Угадала? Так хорошо показываешь. Ха! Да, да. О, смотри, что такие велики. А можно еще раз? Подумай. А кое-кто вон сидит такой довольный. У меня есть версия, но я боюсь, что если я ее назову, то я отгадала. Я со второй версии. Да, молчи пока. А вы можете... Соня, можешь дать одну подсказку? Во-первых... Во-первых, это не одно слово. Ну, это понятно. Угу. Насколько я поняла. Ну, типа того. Во-вторых, ну, ты знаешь, мне кажется, что если я сейчас начну рассказывать что-то про розы, то это ничего не скажет, ёлочки. Это очень женственный бренд. Из какой он страны? Очень женственный бренд. Они делают потрясающе красивые... И свадебные. И свадебные, да, да, потрясающие. И свадебные, восхитительные. А, Луся, я вижу, просматривала для себя вариант. Это прямо мировой такой кутюр, да? Мировее некуда. Да, да. У первого слова название очень похоже на самую престижную кинонаграду. Мне всё... Мне кажется, Юля не знает, да? Скажите правду. Я его не знаю, да? Если бы я хотя бы предполагала, там, ну, типа... Смотри, это Оскар де Лоренто. Оскар де Лоренто, Масик. Ты не знала. Вот, я не знала. Хорошо, давай что-нибудь поближе к тебе. Соня, простите, я вижу, как вы на меня смотрите. Я не знала, да. У меня чуть... У меня чуть линзы не повыпадали. Давай, давай, давай. Ну, простите. Что? Ещё раз. Что-то очень короткое и очень модное. Ты что-то скушал. Ну, там... Ага. Не Гути, не Луи Виттон. Что там у нас ещё есть? Не Москве. Затопило на днях. Ну, не на днях. Затопило хорошенько в этом году, да? Боже, я же не могу... Я как раз из Венеции ноги унесла. Ну, не Прада, да. Нет? И даже возле Прады не лежало. Но количество букв такое же, пять. Хотя в английском варианте название, наверное... Ну, букву шесть. Да, да. Ну, в русском есть. Да, в русском пять. В русском звуков, да. Два слога. Мне кажется, это такие какие-то бренды... Которые суперизвестные. Я не знаю. Я знаю самые банальные, которые суперизвестные. Ни Прада, ни Гуччи, ни Шанель. Всё, мы... Ой, Шанель был. Не, не, мы не будем тебя мучить. Селин. Юля, тебе не... Ты не успела соскучиться по мне, потому что... И следующее задание тоже моё. Для этого тебе нужно все свои гаджеты вместе со своей попкой поднять. И отнести в то место, где находится твой холодильник. Сейчас мы сделаем там ревизию. Серьёзно? У меня сиди в холодильнике? Конечно. Как хорошо, что мы покушаем. Смотри, какие девочки довольные. Девочки уже покушали, слава богу. Нет, подожди, подожди. Вместе, вместе, а то мы не будем видеть. Ставь телефон в куб или что-то по тебе. А компьютер? Очень сложно. Да, ставь его. Вот это что за задания такие? Как это? Всё, идём. Секунду. Главное, чтобы телефон не навернулся. Смотрите, какие у меня фотографии красивые. Мы тебе скажем, если он в куб или нет. Ой, почему там нет у нас? Итак, холодильник, да? Итак. Да. Вот он, дорогой мой любимый. Надеюсь, он у тебя есть. Конечно. Не в сумке ж. Юля так туда влезет. Я не знаю. Он большой. Так, что вам именно показать? Всё, выкладывай по полочкам, по очереди. Всю запрещенку. Запрещенку нас интересует. Все твои грехи. Петрушки, петрушки. Смотрите, нам не показывают укропчики. Смотрите, и запрещенки, и запрещенки. На первой полке у нас, что-то, не знаю, голубика или что-то. Ну, короче, эти модные ягодки. Это ж хиба запрещенка. Это овощи, это никому не интересно. Вот, и запрещенки у меня есть, разве что, сосиски. Вот они. Всё. Остальное у меня всё органика. В морозилке у меня только... У меня в морозилке есть водка. Ну, это антисептик тут. Ну, конечно, это только в антисептических целях. Вы что? Так. Вот это... Естественно. Пыль Путин. Соус. Это я рисик не... Не, не, там была с синенькой крышечкой баночка, вот рядом с молоком, я там видела. Да, да, да. Вот. Нет, нет, нет. Нет. Это майонез, но это не мой, клянусь. Я не ем майонез. А, ну, конечно, соседка занесла. Я клянусь, что я его не ем. Мы подбросили. Вы можете спросить даже моей мамы. Мы не подбросили. Мне мама... Нет, просто я живу не одна, у меня ещё и соседи, друзья, я же не могу контролировать их рацион, понимаете? Просто сейчас они в Украине, поэтому... Вот. А ещё... Конечно, да, майонез забыли. Уехали в Украину, майонез забыли. А у меня есть брокколи. Я полюбила брокколи, представляете? А так, видите, у вас не получилось отругать меня, потому что у меня всё тут хелси фуд. Знаешь, я вижу эту картину. Смотри, она держит компьютер, открыла дверь, а ногой с нижней полки вытягивает запрещенку и отсовывает куда-нибудь в сторону. Куда-нибудь, да. Да-да-да. А может, у Юльки два холодильника, знаете, хелси и, типа, и нормальный. Может быть. Не, ну у меня тут второй отсек, это морозилочка, но ничего такого. Она вообще пустая, я ему больше сказала. Только водочка лежит. Всё, Юлька, ты молодец, можешь возвращаться там, где ты сидела. Ну, сейчас будет самое такое сложное, сложно сочинённое задание, но должно быть весело. Мы же тут собрались с целью увеселения, правильно? Итак, все сидят на карантине, заказчики в том числе, паникуют, думают, что как же провернуть съёмки рекламы так, чтобы никто не покидал дом, поэтому к тебе поступило спецпредложение через твоего агента, Алуся, через тебя поступило, это прекрасное предложение, правда? Конечно. Хорошо поработала. Мы только такое и букируем. Вот, срочная, срочная реклама, значит, нужно снять, не выходя из дому, рекламу украшений для рук. У тебя есть определённый текст, от которого ты особо не можешь отступить. И клиент у нас немножечко с прибамбахом, поэтому будь готова к тому, что он будет по ходу пьесы вносить какие-то правки, потому что пока Алуся договорилась с клиентом об этой рекламе, она, значит, испытала стресс некоторого рода. Правильно, Алусик? Я знаю, что Алуся... Это крашеные волосы уже. Да, да, да. Это вообще хвост прицепной. Потому что Алла посидела, пока, значит, они согласовали. Алла пострадала. Да. Вот, и Соньке рассказала. Поэтому, значит, будь готова к тому, что тебе нужно очень быстро сориентироваться, если что-то придётся поменять. Реклама украшений для рук, напоминаю. Текст следующий, запоминай. Вы хотите выглядеть неотразимо и подчеркнуть свою индивидуальность? Ваши ручки заслуживают таких украшений. Так. Ну, иди, бери какие-то украшения. Пишем одним дублем. Давай. Вы хотите выглядеть неотразимо и подчеркнуть свою индивидуальность? Секунду. Так. Думай два. Вы хотите быть неотразимой и подчеркнуть свою индивидуальность на карантине? Ваши трудяжные... Я не могу запомнить это слово. Натруженные. Натруженные. Ваши ручки, всё, забудь. Просто ручки. Натруженные. Блин. Вера, вышла из кадра. Вышла. Всего одно слово, а так поменяло всё дело. Ну, нет. Вы хотите быть... Ягодец из пензы. Вы хотите быть... Вы хотите быть счастливой? Да? Секунду. Так. Давай, пошла. Вы хотите быть неотразимой и подчеркнуть вашу индивидуальность на карантине? Ваши заслуженные... Заслуженные ручки. Заслуженные артисты. Заслуженные ручки. Заслуженные ручки Украины. Да. Вы хотите быть неотразимой и подчеркнуть свою индивидуальность на карантине? Ваши ручки заслуживают на это. Покупайте кольца. Заслуживают на это? А будет какое-то название бренда? Что я должна говорить? Типа... Чё? Хотите быть это? Вы заслужили его. Нормально? Давай. Ювелирный бренд Юлия. Так, чтобы ты не запуталась. Окей. Вы хотите быть неотразимым и подчеркнуть свою индивидуальность на карантине? Ваши ручки заслуживают этого. Ювелирный бренд Юлия. Носи и удивляй даже дома. Восторг. У тебя новая вводная. Ты вдруг на 25-м дубле обнаружила, что у тебя сломаны на указательных пальцах ногти. Тебе нужно это как-то спрятать, чтобы зритель не увидел. Угу. Ювелирный бренд Юлия. Всё будет зашевесить. Вот карантин. Никогда не думаешь, у меня будет столько перчаток дома. О, видишь? Жёвти. Кольца не налазят. Жесть. Всё, погнали. Руки всё закрыли. Кухни свои. Юлия Джулерича. Вы хотите быть неотразимой и подчеркнуть свою индивидуальность даже на карантине? Ваши ручки заслуживают этого. Юлия Джулери. Лакшери хаус. Просто вноси и покоряй. И будь лакшери. Ужас какой, Серёжа. Откуда у вас такая фантазия? А тут клиент решил, что украшения будут для пацанов с района, поэтому нужно произносить текст соответствующим тоном. Достучить до целевой, так сказать. Рэпчик. Всё то же самое, только рэпчик. Короче, тема есть одна. Хочешь, чтобы твоя тёлка тебя заценила? Заходи в джулери лакшери Юлия хаус и покупай вот эти вот прекрасные железяки. Твоя тёлка тебя отблагодарит, а ты будешь чётки пацай. Так, здорово, без грабежа, без убийства, без мародёрства. С благодарочкой. Одна сплошная любовь. Да-да. Самец записал. Самое сложное задание, Соня. Я знала, что это будет именно от вас. Подозревала. Конечно. Мы уже поняли, что у тебя очень-очень плотный график, но тебе нужно будет в свой блокнотик со списком дел на день внести ещё одно дело. У тебя будет домашнее задание. Скажи, пожалуйста, ты видела в интернете мемы, там, где люди копируют известные картины из подручных средств или, там, фотографии известные из подручных средств. Нет, я тебе скину. В общем, суть в том, что мы тебе отправляем сейчас обложку Волга. А тебе нужно будет её воссоздать. Тебе нужно воссоздать прическу, макияж, может быть, вот это вот платье, которое там внизу тоже из чего-то. Что ты найдёшь? Может быть, из туалетной бумаги было бы весело там или ещё, или из шторы. Прямо не снимай её с гардин. В общем, на что у тебя хватит фантазии? Мы ждём максимально схожий по композиции и насыщенности кадр. Я в шоке. Минутка творчества в моём списке дел. Выделю. Что ж, выделю на это время. Спасибо. Всё, понял, принял. Теперь ты знаешь, нужно просто его вписать. Всё. Обязательно. Вот у меня уже ручка рядом. Сейчас пишу. Моя зайка. Спасибо. Мы тебя были так рады видеть. Ну что, я тоже. На этом всё. Всё, я была очень рада тебя видеть. Спасибо, что поиграли. Спасибо. Пока.